Здравствуйте. Добрый день. Ничего не болит? Сегодня нет. Болит таблетки пью. Таблетки целые вот у меня. Пью таблетки, чтобы не болело. Будущий хирург Леонид и терапевт Анна пока еще немного рабея пришли навестить своего первого пациента. Сейчас ребята являются студентами 4-го курса лечебного факультета Рязанского медуниверситета и по совместительству волонтерами ОКБ. Всего через несколько лет такие встречи с больными станут для них обычным делом. На этот раз ребята посетили ветерана Великой Отечественной войны Юрия Лазарева. Меньше чем через неделю ему исполнится 88 лет. Всю жизнь он провел за рулем сначала автомобиля, потом трактора. Работа была не из легких, поэтому болезни не обошли стороной. Но бодрость, духа и жизнелюбие никуда не делись. Несмотря на возраст, Юрий каждый день делает зарядку. Волонтерам он рассказал не только о своем здоровье, но и о фронте, и о том, как картошка спасала от голода. И даже сыграл на балалайке. Волонтеры оказались благодарными слушателями. Во время диалога Леонид измерил Юрию артериальное давление. А Анна рассказала о новом методе исследования, который позволяет выявить онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта на самых ранних стадиях. К слову, в поликлинике ОКБ уже воспользовались данной диагностикой более 770 человек. К сожалению, среди них есть несколько случаев подтверждения онкологии. При этом врачи говорят, что возраст пациентов самый разный. Мы пытаемся охватить как можно большее количество населения этим обследованием, в том числе и лежачих пациентов. И вот наши волонтеры, студенты медицинского университета 4 курса, посещают на дому маломобильных пациентов, объясняют им, рассказывают им об этом приборе, об этом методе исследования, и приносят им направление, баночки для сбора, анализа. И при невозможности их сами посетить в поликлинику, они доставляют материальное исследование к нам в лабораторию. Благодаря добровольцам теперь и Юрий Лазарев сможет пройти данную диагностику. Его дочь Антонина признается, к визитам участковых врачей они уже привыкли, говорят, неравнодушные. А вот внимание молодежи, хоть и в новинку, но очень приятно, а самое главное – необходимо. Обязательно нужно. Тем более внимание оказывается. Это приятно старым, особенно человеку. Очень рады, что приходят, посещают. Во-первых, это морально все помогает. И подлечивается человек все-таки. А Леонид и Анна уверены, что данная практика будет для них полезна в будущем. В первую очередь это желание помочь, конечно, потому что некоторые пациенты, у которых нет ни близких людей, ни тех, кто за ними может ухаживать, поэтому приходим мы. Это первый опыт. Безусловно, он был полезен, потому что в жизни любого человека это пригодится. У каждого может случиться такая ситуация, что кто-то из близких может получить такой неприятный диагноз. И нужно знать, как разговаривать, как ухаживать за ним и что делать в этой ситуации. Это как-то очень важно, как в практических целях, как набирание опыта. Все-таки нужно уже привыкать к общению с больными, тем более с маломобильными, с которыми очень интересно общаться. Они все разные, к каждому нужен свой подход, к некоторым просто пообщаться нужно. Такие встречи с пациентами, среди которых есть и тяжелые больные, полезны не только для практики, но, что не менее важно, для воспитания милосердия и сострадания, без которых профессия врача, наверное, невозможна. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».